В Покровском храме города Черкеска состоялся митинг, посвященный Дню памяти жертв политических репрессий против казачества. Мероприятие принял участие атаман Кубанского войскового казачьего общества Александр Власов. Репортаж Али Баташева. Вечная память, вечная память. Ежегодно эта скорбная дата собирает людей разных национальностей и вер. Красные гвоздики, венки, корзины с цветами. Минута омолчания в память о казаках, ставших жертвами репрессий со стороны государства. 24 января 1919 года вышла директива Якова Свердлова. В этом циркулярном письме предписывалась беспощадная борьба с казачеством, вплоть до его полного уничтожения. С этого дня начался целенаправленный и изощренный геноцид казачьего народа, который был объявлен опорой самодержавия и контрреволюционным сословием. Изучая исторические справки, все то, что происходило более ста лет назад, когда под корень уничтожался целый народ. Дети, женщины, старики без вины были убиты. Все это сложно сейчас подбирать слова, но для чего мы проводим такие мероприятия, это в первую очередь, конечно же, память должна жить в народе о тех событиях. И самое главное, не повторять тех ошибок. Расстрелы и депортация дополнялись экономическим террором. Людей лишали имущества, отбирали скот, землю, по сути, обрекая оставшихся в живых на голодную смерть. Так произошло с семьей казака Евгения Коломийцева из станицы Зеленчукской. Мои предки зажиточные были казаки, хотя принимали участие в гражданской войне на стороне красных. Были такие времена, но затем впоследствии пострадали. Дед был репрессирован, содержался в армавирской тюрьме, а на плечах бабушки осталось четверо маленьких сыновей. Трагедия унесла жизни более миллиона казаков. Даже спустя столетия казачьи станицы Карачаева-Черкесии не могут восстановить свою былую численность. Уничтожению были подвергнуты целые фамилии, семьи. Большие потери понесло православие, поскольку казаки были хранителями и защитниками православной веры. Мы должны с вами продолжать ту традицию, которую заложили наши отцы и деды. Что это за традиция? Это, конечно же, верить в Бога, быть верными Богу. Это традиция быть верными своему Отечеству. Это традиция быть верными своим предкам. И вот пока мы живы, мы должны обязательно молиться о них. Мы должны обязательно их поминать. Мы должны обязательно помнить о них. Уважаемые братья и сестры, ваша скорбь – это всегда была нашей и наша вашей. И мы столетиями жили в мире согласия и взаимоуважения. Боль, которую пришлось пережить казакам, близка и понятна многим народам России, в том числе братским народам Карачаева-Черкесии. Помимо казаков, в жернова репрессий в первой половине 20 века попали карачаевцы, балкарцы, чеченцы, ингуши, калмыки, крымские татары и другие. Отрадно, что справедливость восторжествовала, и бесчеловечные репрессии были признаны государством незаконными. Казачество пережило страшную трагедию. Это действительно ужасное время было для нашей страны. Но, тем не менее, сегодня мы видим, что казачество возродилось. Казачество укрепило и возродило свои традиции, обычаи. И сегодня является надежным защитником нашей Родины. Сегодня, бок о бок, со всеми народами казачество защищает нашу Родину и укрепляет тем самым и межнациональный, и межконфессиональный мир нашей великой страны. По традиции, траурное мероприятие завершилось возложением венков и цветов к памятнику казакам, погибших в годы репрессий. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия.